Вот наша камера DUPRO 5. Лежит она на листочке для отправки FIDEX. Но все по порядку. Так, наверное, будет удобно снимать. Да, тут с мелким все равно в кадре будем. Секунду, вводим на улицу... Значит, купили мы камеру GoPro 5, подарили мне ее и был бардак со звуком. Значит, как будто камера находилась в трубе в какой-то или мы в трубе, звук был просто ужасный. Я написал в GoPro, что господа, вот у меня есть такая проблема, вот вам видео. Я записал это видео в машине и вот послушайте сами, давайте что-нибудь придумаем с ремонтом или с возвратом этой камеры. Они сказали, что такое видео мы не можем принять. Звук должен быть записан в тихом месте и нам отправлен в непережатом формате, нередактируемом. Я пошел на задний двор, снял им новое видео на английском языке, объяснил им всю проблему. Они опять сказали, что мы это не можем в видео принять, потому что оно выложено в файлообменник Dropbox. Типа мы оттуда не можем выкачивать, давайте в YouTube. Нельзя было сразу сказать, что YouTube нужно выложить. Третье видео мы засняли прямо здесь, но уже ночью. Вот так же мы снимали видео на GoPro, отправили им. Они сказали, что окей, мы видео принимаем, но сделайте еще несколько шагов, чтобы удостовериться, что нужно проверить SD-карт, чтобы она была... Тех характеристик, которые они просят, это они прислали в письме, что здесь нет посторонних каких-то там шумов и вроде и все. Ну, я сказал, ребята, у меня третья GoPro, я, наверное, уже знаю, как работает камера, как она должна работать, как должен быть звук. Все, они мне ответили окей, мы все посмотрели, мы принимаем все доводы, мы благодарны за то, что вы пользовались шагами, которые мы вам прописывали и прислали мне уже распечатанную такую бумагу для отправки Фидексом к ним туда, в Калифорнию. Сегодня мы отправим камеру и дальнейшее видео уже будет после изучения этой камеры, что ли там, в ремонтном их ангаре, что ли, не знаю. Вот так. Все, в Фидексе отправлена посылка, взяли с меня 12 долларов за упаковку в коробочку, можно было использовать свою коробку, у меня коробки дома не было, поэтому в Фидексе мне тут сделали коробочку на фотке. Все, полетела, пять дней она будет ехать в Калифорнию. Привет снова всем. История про GoPro продолжается. 27 февраля сегодня. Значит, 21 числа мне прислали из GoPro письмо, что они работают с моей камерой и они мне скажут, что будет дальше. Тут, если мне дали номер трекинга, смотреть, что с ней. Но я не смотрел, скажу честно. И сегодня вот уже 27 февраля. В общем, посмотрите, что нам пришло. Вот такая пришла коробка. Вот. Вот трекинг номер. И, собственно... А там лежит камера абсолютно новая. Вот она. Здесь вся в пленках, без аккумулятора. Вот там лежит у меня акун. Так что следующий видос будет с этой камеры. Ну, собственно, вот записывается с камеры телефона. Ну, это я. Так записывается без пленочки страховой. Так что, вот тестируем мой звук. Как он новый теперь работает. Сейчас посмотрим. Вроде как бы все хорошо. Так что, я сейчас вам скажу, когда я все это дело запустил. 12 февраля сегодня 28-е. За... Ой, 27-е. За 15 дней была поменена камера GoPro 5 с хреново работающими микрофонами. Вот такие сроки замены в GoPro. Прислали никаких комментариев. Ничего. Наверное, потом скоро придет письмо какое-то для фидбэка. Ну, а в целом приходится вот такая вот коробка. В ней ничего другого нет. Кроме как вот этого пластика. Вот. Пластик. Вот. Пустой. Не мануала. Не по желанию хороших съемок. Успешно. Пока сохрани. Можете мне что-нибудь отправить. Не пожелаю, конечно, всем замены GoPro, но хорошо работающей техники всем. Все. Будут вопросы, пишите. Все. Пока.